Была признана одновременно и Херувимом, и Серафимом. Ни один человек больше на свете не заслуживал такого признания. Но судьба самой Девы Марии была очень тяжелая и, я бы сказал, страшная судьба, но за это, вот эти страдания, через которые она прошла, она все и получила. И вся биография Девы Марии оказалась связана со священными... Помните, мы месяц назад эту тему изучали? Я еще вас просил найти у себя священные градусы. Это градусы экзальтации планет. Вся ее биография оказалась связана с этими градусами. Ну, для начала, то, что ее родители, ее родители, получается, что это дедушка и бабушка кого? Иисуса Христа, Яким и Анна долгое время не имели детей, а потом произошло чудо, чудо произошло через вмешательство ангелов, и у них спустя много лет, они уже отчаялись. Анна забеременела, а зачатие произошло в день зимнего солнцестояния 22 декабря. В день зимнего солнцестояния 22 декабря произошло зачатие Марии, а родилась Мария 21 сентября. 21 сентября в честь Якима и Анны назван центральный район в центральном округе Москвы Якиманка. Якиманка это в честь родителей Девы Марии, Яким и Анна. Вот эта самая Якиманка, она почему такая как бы и престижная, и обладает такой притягательностью, потому что Якиманка, это вот та история в честь Якима и Анны. Они отчаялись уже иметь детей, но ангелы вмешались, это как еще один пример того, что если ангелы захотят, произойдет самое невозможное и невероятное. Для них нет ничего невозможного. Что было дальше? Дальше Мария росла очень необычной девочкой, очень необычной. И вот этот эпизод, помнили, как она вбежала по лестнице высокой Иерусалимского храма, никто из детей такого ни мальчики, ни девочки до нее не делал. Она не побоялась и вбежала туда наверх, и это было как какое-то просто невероятное событие. Дальше она выросла, собиралась выйти замуж, и ей сообщили, что ее двоюродная сестра. Вот тут сейчас очень важный момент, я немножко перескакиваю. Вот, коллеги, хочу обратить ваше внимание на ее натальную карту. Мы только-только карму с вами, помните, по свежим, так сказать, стопам изучали. Вот обратите внимание на этот стеллариум в пятом доме. Она геката, вот через сколько ей прошлось пройти испытаний. Она геката, правда геката слабенькая, потому что там сколько градусов? Десять. Десять, да, на границе орбиса, между светилами. Но тем не менее, она геката, тут еще Марс добавился к этой всей фатальности. А Солнце и рядом узел. Возрастает фатальность, когда узлы на светилах. Она родилась в так называемом коридоре затмений. Помните, затмения, они через две недели повторяются. И вот этот промежуток называется коридор затмений. И геката с северным узлом в пятом доме, то есть какая высокая фатальность. Но в третьем доме у нее Юпитер. Сейчас интересный такой момент будет про Юпитер. Третий дом, это наши братья-сестры, родные. Если нет родных, какие? Двою родные. А также тети и дяди. У Марии родных братьев и сестер не было, потому что я вам только что рассказал историю Якима и Анны, которые вообще были бездетной парой. И каким-то чудом у них родилась на старости лет вот эта вот девочка Мария. Но у Марии была двоюродная сестра Елизавета. Она была старше, ну потому что у тех родителей ребенок родился, у родителей Елизаветы вовремя. Но она Елизавету обожала. Мария Елизавету, еще раз, Елизавета была кем ей? Двоюродной сестрой, потому что родных, братьев и сестер у Марии не было. Эта Елизавета была существенно старше. И у нее тоже не было детей. То есть у них как-то вот там семейная это была проблема. Но Мария с детства, вот он Юпитер, обожала Елизавету. И однажды она пошла к колодцу, а теперь самое главное, благовещение. И там ее навестил ангел. И ангел сообщил, что будет ребенок, но у кого? Не у Марии. Как везде написано. У Елизаветы. У Елизаветы. И она поехала, Елизавета жила в другом городе. Она поехала сразу к Елизавете, чтобы на радостях поздравить. И в тот момент, когда она обнимала Елизавету, на Елизавету снизошло, что у тебя тоже будет ребенок. То есть вот этот Юпитер в третьем доме, у сестер двоюродных, как бы получилось, вот это сложный для понимания момент, но я пытаюсь его сейчас вам объяснить. Как бы получилось как? На двоих. Да, одновременно, но у Елизаветы раньше. Но, коллеги, я вам это не просто так рассказываю. На Юпитере звезда очень плохая звезда. Очень плохая звезда. И звезда это называется Альфард. У кого у вас Альфард есть? Вот, вот ядовитость-то. Вот яд, да, какой? Это одна из очень опасных ядовитых звезд. И у Марии эта звезда была на Юпитере. И в итоге к чему все это привело? Это привело к тому, вот они обнимаются. Это известный сюжет. Это когда Мария слева, а справа кто? Елизавета. Вы поняли, почему не надо удивляться, что Елизавета старше? Потому что она сестра, да, но Мария сколько у своих родителей долго не рождалась. И вот Мария приехала к Елизавете, и она ее обнимает, поздравляет, что ты наконец... Елизавета тоже долго, как мама Марии, долго не могла родить. И в этот момент на Елизавету тоже не сходит озарение. И она Марии говорит, а ты тоже родишь скоро младенца. Так и получилось. В итоге у сестер родилось по мальчику. Сначала родился у Елизаветы сын, а потом у Марии. Тот, который у Елизаветы стал Иоанном Крестителем. То есть это троюродный племянник. Правильно я говорю троюродный? Сын двоюродной сестры. Да. Это троюродный, или нет, двоюродный. Неправильно сказал. Племянник двоюродный, а братья они получились троюродными. Не ошиблись. Иоанн Креститель, сын Елизаветы, великий пророк, он племянник Девы Марии, а Иисус, сын и Альфард в том, что судьба мальчиков сложилась ужасно. То есть вот две сестры любили друг друга, обе почти одновременно стали, полгода разницы. 7 июля родился сын у Елизаветы. 7 июля, помним, что это 15 градус рака, священный градус Юпитера. А через полгода, 7 января, точнее 25 декабря, родился сын у Марии. То есть братья, троюродные братья, между ними полгода разницы. Сыну Елизаветы отрубили голову, сына Марии четвертовали на кресте. Звезда Альфард. Вот вам Геката, вот вам Затмение, я про гороскоп Марии. Вот вам Стеллариум в пятом доме гороскопа. Она к Иоанну, который сын Елизаветы, она Елизавету очень любила, она к нему тоже относилась как к своему сыну. А у кого примеры, когда у сестер действительно вот так рождались дети с короткими, про меня есть такие примеры, когда буквально чуть ли не в один месяц, или буквально там несколько месяцев разницы, и рождаются, у сестер рождаются дети. Это всегда такой знак свыше, знак свыше. У меня даже есть пример, когда родные брат и сестра, он брат и сестра. Брат женился, сестра вышла замуж, но каким-то чудом они, это сестра и жена брата, родили сыновей в один и тот же месяц. Но вот эти совпадения, такие как здесь, они всегда несколько чреваты и опасны. Судьба сложилась ужасно, Иоанну отрубили голову, и падчерица царя Ирода Соломея танцевала с отрубленной головой. Ну а дальше Рождество Иисуса, пресловутая Вифлеемская звезда, которую не удалось вымороть клевикалам, как бы они ни хотели, и астрологи, пришедшие поклониться, а волхвы, да, первыми пришли поклониться младенцу Иисусу на свет Вифлеемской звезды. Ну, в общем, это история, только, коллеги, на всякий случай, звезда должна быть восьмиконечная. Только тогда она считается Вифлеемской, если елку, вершину елки украшает восьмиконечная звезда. Марии пришлось пережить ужасные вещи, это Геката и Стеллариум в пятом доме, ей пришлось пережить страшную гибель племянника и еще более страшную казнь сына. Она, считайте, потеряла обоих сыновей, один который сын, другой который племянник, сын любимой двоюродной сестры Елизаветы. Но она обрела за счет этого огромную духовную силу и уже после своей смерти являлась видящим людям. Вот одно из таких событий, это то, что связано с покровом. Напомню, это градус экзальтации Сатурна, это 14 октября, 21 градус весов. Ну, а теперь давайте увидим Ангела-Хранителя в своей натальной карте. Про Белую Луну. Где стоит Белая Луна, это та сфера жизни, в которой Ангел-Хранитель нам максимально будет помогать. А если мне в 12-м? Там тоже нужна еще какая помощь? В 12-м. Намного больше, чем в других местах. Белая Луна показывает, в какой именно сфере жизни Ангел-Хранитель тебя особенно будет защищать и оберегать. Давайте посмотрим. Ну, конечно, она не чернолунница, и разумеется, и просто натальная карта нам это должна подтвердить. Черная Луна у Марии в первом доме, но не в соединении. Вам не видно? Ни с асцендентом, ни с другими планетами. Ну, там рядом колесо фортуны, но это не считается. Да, поднимаю. Итак, я включил черную Луну, чтобы мы на всякий случай проверили тему черной Луны в гороскопе Богородицы. Конечно, черная Луна не активирована. Видно вам? Она не в соединении. Все, она не активирована. Разумеется, к черной Луне Мария отношения не имела. Коллеги, а как вам Сатурн в седьмом доме? Говорил он о том, что с браком Марии что-то не так? Пожилой, я не знаю, старик. Да, он действительно, Иосиф был старше. Но не только это. Я думаю, Сатурн еще и про то, что вот эти обстоятельства рождения ребенка, отцом которого, непонятно, он не был. Дело в том, что они были помолвлены, но официально свадьбы еще не было. В тот момент, когда Мария поехала к Елизавете, и Елизавета ей на радостях сообщила, ты тоже скоро родишь. Это было сообщено Иосифу. Иосиф собирался не развестись, они еще и не были, а расторгнуть помолвку. Но ангел, снова ангел, внушил ему этого не делать. Ну, то есть, все-таки на Марии жениться. Но Сатурн в седьмом доме свое веское слово сказал, что обстоятельства брака были не совсем типичными, и у Марии больше детей не было. Есть вообще апокрифическая теория, что Иисус не ее родной ребенок, а что этого младенца она случайно нашла, что она, как все женщины, в их семье была какой? Да, у них там что-то семейное было, и этот младенец, она его, ну, взяла как сына, но что это, ну, непонятно. А Венера в Скорпионе в шестом доме могло так быть? Могло. Вопрос мой непонятен, да? Ну, что она тоже, что, да, она не могла иметь детей по Венеру в Скорпионе. По каким? Конечно, да, по медицинским. Но все это, коллеги, уже так очень сложно, о чем мы сейчас говорим. А сейчас давайте я вас научу, как... Луна в доме гороскопа показывает, где, в чем именно помощь ангела-хранителя будет максимальной. Если бы у нее Белая Луна была в пятом доме, может быть, ей бы удалось как-то спасти сына, предотвратить эту страшную казнь, но нет. Она должна была пережить это все. Ну, геката, вот гекаты проходят через эти страшные картины и испытания, когда ты понимаешь, что твой сын висит, а ты ничего не можешь сделать. Ничего не можешь сделать, чтобы облегчить его страдания. Вот в этот момент она обрела окончательно огромную духовную силу. То есть дар и сила дается не за красивые глаза, вот это главная мысль, а она дается как результат вот таких вот испытаний. Она прошла и не сломалась, не сошла с ума, она прошла через то страшное. Ну, а ангел-хранитель ей помогал тем, что одиннадцатый дом после казни Иисуса апостолы, так называемые апостолы, ее опекали. Ну, его ученики маму не покинули, а опекали ее, вот это одиннадцатый дом. Она возглавила, как бы если так можно выразиться, движение, но дело сына продолжила. То есть она после казни, она осталась авторитетом для них вместо него, вместо него. И когда она умерла, то сила ее оказалась огромной. И вы, как обладатели ее гороскопа, она теперь всегда будет с вами. И всегда будет вам помогать. Богородице, дело, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою.